Перевозили нелегалов. Новые подробности крупной аварии, произошедшей в среду на федеральной трассе М5 «Урал». Напомню, ночью в Алексеевском районе водитель автобуса не справился с рулевым управлением и при резком повороте транспортное средство перевернулось. Пять человек были госпитализированы в больницу. Всего же в автобусе уже по официальным данным находились 99 человек, хотя должно было быть максимум 47. К тому же больше половины из пассажиров находились на территории России незаконно. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении. С организаторами перевозки работают сотрудники полиции, прокуратуры, миграционной службы. Решается вопрос о возвращении иностранцев на родину. Не исключено, что причиной аварии стали погодные условия и незнание трассы. Водитель ориентировался по карте. Судя по результатам медосвидетельствования, он был трезв. А это сводка за прошедшие сутки. 135 преступлений, 68 уже раскрыто. Это кражи, грабежи, мошенничество. Накануне сотрудниками уголовного розыска раскрыта кража автомобиля. 30 мая текущего года поступило сообщение об исчезновении автомашины ВАЗ-2199 серебристого цвета, припаркованной во дворе дома на проспекте Кирова, ее владельцем, гражданином 1956 года рождения. По подозрению в совершении этого преступления задержан подозреваемый в порядке статьи 91 УПК РФ. Им оказался нигде не работающий и уже ранее судимый за грабеж 25-летний местный житель. Автомобиль также найден и возвращен законному владельцу. Уголовное дело возбудили по статье кража. Сейчас идет следствие. Пять пожаров, из них в жилом секторе 3, самое крупное ЧП в Ставропольском районе. Вызов на путь дежурного поступил в половине восьмого вечера. На месте вызова горел частный дом на общей площади 64 квадратных метра. К месту пожара прибыли 5 человек личного состава, 2 единицы основной пожарной техники. В ликвидации данного пожара принимала активное участие добровольная пожарная команда села Северкаево. Пожар был локализован в 19 часов 55 минут и ликвидирован в 20 часов 07 минут. Причины пожара и ущерб от него сейчас устанавливаются.